Особое мнение на 101FM Потому что я давно тебя приглашала в этот эфир И мне кажется, что самое время начать высказывать публично свою точку зрения И через эфиры тоже Тем более, что сфера твоих интересов и деятельности Она напрямую касается интересов большого количества граждан Но поскольку ты представитель опоры России А это организация, общероссийская общественная организация Малого и среднего предпринимательства То как раз мне бы и хотелось с тобой начать С вот этого самого малого предпринимательства Поводом я взяла ситуацию Для обсуждения я взяла ситуацию Которая разворачивается вокруг рыболовного клуба «Белуга» Этот клуб находится на одном из прудов в микрорайоне «Чистые пруды» Там их несколько И только один облагороженный пруд Который был отдан по договору в аренду На 39 лет рыболовному клубу «Белуга» Он там успешно развивается уже несколько лет Представляет из себя такую рекреационную зону Где построены беседки Где построены подходы к воде Где есть место, где можно готовить эту рыбу, еду И прочее Ну, в общем, достаточно популярное место среди горожан Пожалуй, в окрестностях Кирова Больше такого не припомню Ты знаешь такие места? Нет Вот, чтобы так близко к городу нет Что происходит? На протяжении последнего месяца Поступают в адрес Прошло несколько проверок В рыболовном клубе «Белуга» И вот сейчас, буквально 10 числа Глава администрации города Илья Шульгин Обратился с письмом к министру охраны окружающей среды области Али Албековой В этом письме он предлагает рассмотреть вопрос О расторжении договора с рыболовным клубом «Белуга» То есть главная претензия И на что указывают Это нарушение несоблюдения условий обеспечения свободного доступа граждан К водному объекту общего пользования При этом мы знаем, понятно, да Что много лет существует клуб И там проверки были И договор заключался для этого Так вот, сейчас Мы понимаем, что Это письмо говорит о том Что нужно закрыть и ликвидировать этот клуб Может быть, это неправильное понимание Как ты видишь эту ситуацию Ну, о клубе я слышал Лично там не был Знаю много отзывов Причем отрицательных Практически не слышал об этом клубе Что люди туда ездят, рыбачат Хорошо проводят время Лично с этим не сталкивался руководство На опору России не выходило Не просили помощи Поэтому глубоких подробностей я не знаю Лично мое мнение Что в любом случае Нужно было как-то договариваться Поэтому вопросы Даже если у них там есть какие-то нарушения То нужно было просто договориться Об их устранении Потому что Когда в СМИ выходят Такие новости Это отражается На инвестиционной привлекательности Нашего региона То есть потенциальные инвесторы Предприниматели Которые, может быть, уже есть Или хотели, или думали О инвестициях Даже, может быть, не в это направление А в какое-то другое Не понимают Что могут возникнуть Такие ситуации И их это отчасти отпугивает Почему многие предприниматели Сейчас не вкладываются Ни в свое производство Ни в инфраструктуру И так далее Потому что они не знают Срок возврата своих инвестиций Они не понимают Что их ждет через 2-3 года У нас сейчас настолько все быстро меняется Плюс вообще вообще экономическая ситуация Она настолько сейчас стала быстро меняться Что неизвестны тренды Предпринимателям Которые Им информация эта недоступна И даже сам будучи Вот как предприниматель Я могу сказать Что достаточно тяжело прогнозировать Чтобы понять Купятся ли твои инвестиции или нет Для чего и заключается длинный договор Чтобы предприниматель Спокойно развивал данное направление Они взяли вот это болото Построили там Хорошая зона Хорошую зону для отдыха И придумали Как на этом зарабатывать По какой причине Это сейчас происходит Не могу знать Есть конечно предположения Но это лишь Доводы такие Лишь слухи Ну да Предположения и слухи Всегда ходят одни и те же Это земля в зоне застройки Городской среды Города Кирова И возможно там есть Интересанты на строительство Но очень интересный тут вот факт Мы помним прекрасно Как застраивались чистые пруды Я помню Да вот в нашей студии был проект Где был представлен большой парк Который должен там быть В чистых прудах Я не знаю есть он сейчас или нет Я вот никогда не видела этого парка В том числе говорилось и об очистке Этих прудов Которые в этом микрорайоне есть И превращение их в рекреационные зоны Но пруды то я видела Ничего такого с ними не происходит И тем более удивительно Что вот так категорично Категорично поступают В отношении бизнесменов Но с одной стороны Да действительно ведь есть законодательство О том что необходимо Осуществить свободный доступ К пруду А с другой стороны Есть понимание что вот Уйди сейчас оттуда белуга И на этом месте снова возникнет болото Может быть Вот как я бы видел ситуацию Даже если бы была Необходимость в этом пруде У администрации Или у жителей Я бы нашел способ договориться С этими предпринимателями Правильно вот мы тут Недавно обсудили Что можно же интегрировать Можно договориться Что туда люди заходили бы За какую-то маленькую плату Просто Или те кто просто гуляют Они бы ходили бесплатно Те кто рыбачат платно Ну то есть На самом деле там же есть такая история Я еще раз говорю Там несколько прудов Которым свободен доступ Другое дело что они Брачевиком взросли Да Никто им не занимается Облагородить Да как раз вот Облагородьте пожалуйста Может быть действительно так Ну вот еще кстати говоря Интересный момент Который ты отметила Что представители белуги Например В опору России Не обращались Нет Опора России занимается Защитой прав предпринимателей Это одно из основных направлений Нашей деятельности Почему например в этом случае Как ты думаешь Они не обратились к вам Я думаю что у нас Отчасти Не знаю почему Так происходит Но очень часто Я слышу мнение Что про Россию Это партия Название такое у вас Да Партийное Еще и цвета такие Хотя мы совершенно Отстранены И мы никак не связаны То есть И даже мы Друзья Которые вроде бы Следят за мной В соцсетях И еще где-то Они говорят Так я не в партии Зачем ты меня туда Зовешь на встречу Я же не политик Я говорю Это не партия Это общественная организация По защите прав предпринимателей И ты предприниматель И приходи Мы тебе поможем Так вот Они думают первое Что вы партия Я конечно не сказал Второе Как они думают А знают ли они Какие-то действительно Реальные факты Когда вы защищали бизнес Ну наш председатель Это Вавилов Андрей Николаевич Я думаю Очень известен Бизнес-омбудсмен Кировской области Он и лично В том числе И даже до сих пор Будучи уже Экс-омбудсменом Он до сих пор Помогает предпринимателям Даже выходит в суды И так далее То есть У нас есть очень много Таких моментов Которые Ну публично Не всегда о них расскажешь Кто-то обращается ко мне Обращаются лично Мои друзья Знакомые Друзья друзей Которые подсказывают Что можно обратиться И решить как-то вопрос И мы его не публично решаем То есть Мы как-то пытаемся Я такой человек Что не конфликтный Я не иду сразу же Кричать флагом Опора России В администрации Что вот вы здесь Прессуете предпринимателя Я вначале иду В то место И пытаюсь договориться Что ребят Вот здесь вот такая ситуация Возникла Чаще всего Эти ситуации Можно решить На уровне специалистов Даже не выходя На уровень выше Потому что есть Не знаю почему Люди очень часто Не могут договориться Между собой Есть там Вот например Муниципальное имущество У одного предпринимателя Моего знакомого Возникла проблема Он не мог еще Согласовать проект перепланировки Больше чем полгода И там получалась такая Ну еще круговорот Его отправляли туда Туда отправляли туда А потом его назад Грубо говоря Когда я решил Помочь ему И заняться этим вопросом Все оказалось Банально просто Там нет одной бумажки Которую ему Просто даже не сказали Об этом Вот почему Такая ситуация Произошла Может быть Было плохое настроение У специалиста И он не мог это сделать Потом как-то Уже предприниматель Ну начал нервничать И давить немного На специалиста И возникла какая-нибудь Личная неприязнь Допускаю это Вот сейчас Если ты говоришь Что эта ситуация На твой взгляд С рыболовным клубом Белуг Действительно может Отрицательно сказаться На инвестиционной Привлекательности Города Региона Да Очевидно Что если будет Закрыт клуб То ликвидируется бизнес Этот вот малый бизнес Будет ликвидирован Вот в этой ситуации Уже поздно Помогать Белуге Если она к вам Обратится Или нет Нет Я считаю Что в любой момент Может обратиться Пока там Все не снесли Бульдозером Например В любой момент Я готов выступить И консультантам И помощникам Просто даже Проанализировать И может быть Даже хотя бы Сказать свое мнение А вот еще Кстати Интересный момент По поводу мнения Вот все Что ведь делается Например Это же Рекреация Это же там Рыбалка Этот вот пруд Который находится В этой местности Ведь делается Не только для зарабатывания денег Но и для людей Да Вот почему людей Не спросить В этот момент Местных жителей Кировчан Вообще всего города Касается этот клуб Они хотят Чтобы он остался На этом месте Или нет Я понимаю Что мне скажут Сейчас Наши чиновники Есть закон Ну как бы Если закон кривой Так его надо и поправлять На самом деле Да И лучше Это делать Сохраняя какой-то бизнес Или нет Почему не спросить людей Ну на этом месте Я бы как раз Руководство Белуги Бы посоветовал Этим заняться Точнее я бы На их месте Занялся бы этим В первую очередь А тогда в таком случае Получается Надо публичить этот конфликт Выходить в СМИ Очень активно Создавать опросы И так далее А зачем У них есть база данных Своих клиентов Уверен Что она у них есть Это клиенты Они и так туда За деньги приезжают Но это же жители Нет Но они за деньги приезжают Нет Это уже заранее Ты им предлагаешь Нет Это уже заранее Такой Субъективный Получается опрос То есть конечно Если они просят Своих клиентов Они скажут Да За мы хотим Но они тоже жители Они тоже жители Безусловно А широкий Широкий опрос Жители чистых прудов Вообще всего первого Вот я бы на их месте Хотя бы с этого бы начал Подписи Да Сбора подписей Мнение Еще там что-нибудь создать Отзывы Вообще спросить людей В этом городе Там да Сносить нельзя оставить Или оставить нельзя сносить Прорвемся на полминуты Напоминаю Что это особое мнение Егора Поспелова Исполнительного директора Кировского отделения Общероссийской общественной организации Опоры России Это про бизнес Не про политику Особое мнение На 101FM Это особое мнение Егора Поспелова Исполнительного директора Кировского отделения Общероссийской общественной организации Малого и среднего бизнеса Опоры России И еще про бизнес Мы поговорим И еще один случай Разберем с тобой Это касается Это касается Парка Победы Что мы видим Мы видим Что Мы видим Что Администрация города Кирова На данном этапе Не требует вернуть участок земли У Парка Победы О котором речь идет Уже многие годы В собственность города А просит вернуть деньги Через суд Просит Речь идет О 165 миллионов Таков иск Поданный в суд Вот вопрос Которым задаются депутаты Он заключается в том Почему деньги А не земля А что ты по этому поводу думаешь Почему деньги А не земля И что лучше С точки зрения Бизнеса и логики Если исходить То деньги Это более логичный Вариант Потому что Как я считаю Что если просить землю Даже если Предположим Гипотетически Они выигрывают То земля Переходит в собственность Обратно А дом уже стоит Он не сдан Насколько я знаю Там еще стройка идет И в таком случае Есть вариант Развития событий Что мы опять Получим Долгострой То есть Нужно будет Администрации Застройщикам Договориться Будет ли это Адекватная сумма Той Которой они Захотят И смогут ли Осилить ее Застройщик То возможно Тоже конфликт Интересов И мы Получим опять Обманутых Дольщиков Которым Тоже нужно Этим вопросом Будет заниматься Если же мы Все переводим В деньги И Эти деньги Тоже вопрос С кого Зыскивать С застройщика Или с виновных Которых Потом Выявит суд Если застройщика Ну подозревают Что может возникнуть Та же самая ситуация Но тогда Мы получим Банкрота Только застройщика Что тоже Конечно же Очень плохо Но не получим Кинутых Дольщиков Если застройщик Все-таки Закончится Строительство А вот если Будет взыскивать Деньги С виновных Когда суд Определит их И все Будет понятно То я считаю Что это Более логичный Вариант развития То есть Ну тогда Тогда Напрочь Стирается Вся Апатриотика Протеста Ведь люди Протестовали Как раз Против Застройки Этого участка И зоопарк Согласен Но Что с домом Это делать будем Там я уверен Что уже Какие-то квартиры Проданы Мы получим Опять Кинутых Дольщиков Что мы С этим Будем делать Но я Чуть не помню Где там Дом На этом участке Там На стороне Парка Стоит Большой дом С какой Стороны Со стороны Парка Стоит Большой дом Да Который построил Кто Кировспецмонтаж Или КССК Я там Честно говоря Даже Я про дом Честно говоря Не знаю Но если Но Суть борьбы Здесь Абсолютно Стирается То есть Получая 165 миллионов Плюсом К тем 338 тысячам За которым Был выкуплен Участок Во-первых С одной стороны Город не покрывает Экономические Свои потери Ведь речь Сошла о гораздо Больше В деньгах Когда говорили О том Что какая Истинная Стоимость Этого участка 165 миллионов Это совсем Не про то А во-вторых Еще раз Люди про парк А им говорят Ну мы взяли 165 миллионов И пусть строят Дальше что ли Или что Тут я согласен То есть Получилось Один раз Может кто-то Провернуть И другой Тоже вариант Такой есть Но Вот Это вот Просто мое мнение Я бы вот как видел Но впредь Предотвратил Малейшие Возможность Такого развития Событий Ну А что с домом Теперь делать Разрушать Ну как бы Ну про дом Вообще никакой речи Нигде не идет Ну Совсем По поводу застройки Кроме того Если уж об этом говорить Если уж об этом говорить То по последним отчетам Официальным У нас 40% жилья Стоит непроданным Уже который год В этом городе В том числе и жилья Который построил Там Кировспецмонтаж И КССК Который там строят В этой зоне Ну нужно смотреть Качество этого жилья И где оно находится Вот если мы возьмем Центр города Более-менее Центр города То мы увидим Что здесь как раз Спрос достаточно большой А строек Достаточно мало Да что вы говорите Вот у нас стоят Алые паруса Не проданные Вот здесь рядом Ну алые паруса Специфический дом А что такого Самый центр города Красивый сквер рядом Вся инфраструктура Что? Чего специфического Это прекрасный дом Ну вот лично я И стоит пустой Живу тоже около Театральной площади Мне нравится этот район Но лично В Алые паруса Я бы не заехал А вот туда Значит в техническую зону Потому что с той стороны От парка Победы В общем техническая зона Начинается Вы бы поехали Ну лично я тоже бы не поехал Хотя я там недалеко жил Раньше На Лепсе И мне тот район Достаточно хорошо нравился И я люблю тот район То есть вы все-таки Здесь выступаете Как бизнесмен И считаете деньги С точки зрения экономики Да И в том числе С точки зрения экономики Дом лучше деревьев Нет конечно нет Но я бы на том месте Вообще вот Изначально В идеале Я бы строил Спортивную инфраструктуру Потому что она там уже начинала Ну чего уж теперь Теперь то чего Теперь деньги обратно возьмут Причем всего 165 миллионов Ну если бы Будет техническая возможность Вернуть землю То конечно это будет хорошо Просто я подозреваю Что это будет Очень долгая история А то есть возможно Нет технической возможности Землю вернуть Может быть и так Понятно Егор Поспелов Его особое мнение Мы сейчас Выслушиваем Но Несмотря на то Что Егор Исполнительный директор Организации Которая занимается бизнесом Все-таки Ты еще и член Молодежного парламента А это политика И поэтому Без политики Сегодняшнее Наше особое мнение Не останется И прежде всего Конечно мы будем Говорить о митингах И о митингах Будем говорить И региональных И федеральных Начнем с региональных У нас свои митинги Которые не заканчиваются Идут они все лето И посвящены они Проекту Росрау В поселке Мирный Напоминаю Что мы говорим О том объекте Который С подписью Медведева Председатель правительства Российской Федерации Должен быть Воздвигнут И запущен В поселке Мирный На месте Прежнего Производства По утилизации Химического оружия Это речь идет О заводе Который будет Перерабатывать Химические отходы Первого и второго Класса опасности Отходы Первого и второго Класса опасности Идут митинги Вы на них В прошедшие выходные Снова был Вы на них ходили Хоть на один из них К сожалению Сразу хочу сказать На вы Как к политику Ходил Так Нет Не ходил Почему Потому что я был в другом городе Все лето Ну не все лето Но чаще так получалось Что у меня не получалось На них прийти Так Ваше отношение К проекту Росрау Допрашиваю я Егора Паспилова Честно Лично я против Почему Обосной Первое Нам сейчас Не говорят конкретно Что там будет происходить Мы не знаем Ну досконально Что там будет И потом Как показала практика И вообще практика У нас Которая существует Даже последних дней Мы знаем про Ангельскую область То есть При нарушении Техники безопасности Может произойти Все что угодно Зная Как У нас Иногда Техники безопасности Относятся Даже Когда там было Раньше Уничтожение У меня там Служил друг И он честно Рассказывал Что они В мирном Да В мирном Он рассказывал Что там происходило И они Очень часто Даже сами Пренебрегали Мелкими Ну вот Мелкими Особенности Техники безопасности Человеческий фактор Человеческий фактор И это считалось Нормальным У них Именно вот В его время Там Службы И он говорил Что это было нормально Хотя было тоже Очень строго Все хорошо Но в определенный момент Нужно сделать Вот такую Систему Как вот На атомных станциях И так далее Чтобы это было Настолько все строго Почему-то наши люди К этому Не сильно привыкли Давайте мы сейчас Разберем Несколько моментов Во-первых Егор Поспилов Несмотря на то Что члены Молодежного парламента На митинги не ходил На круглые столы Посвященные Этому объекту Ходил? Тоже нет Ну потому что Тогда Откуда берешь информацию Ты говоришь Информации недостаточно Вот приезжали Конкретные люди Представители там Росрао Приходили чиновники Которым надо было Задать вопросы Можно было задать вопросы Приходили политики Их митинги Которые тоже Выдвигали там Свои требования И ты говоришь Вот здесь в этой студии Что недостаточно информации Где ты ее берешь Чтобы сделать вывод Что ее недостаточно Информации достаточная Конкретной информации По каким технологиям Что там будет происходить Нам говорят одно Что мы получим по факту В будущем Мы тоже не можем Но нам про технологии Еще ничего не говорят Ее нет принятой технологии Нам говорят четко Технологий в России нет Мы будем рассматривать Да И что мы получим по итогу Мы тоже не знаем Правильно? А что мы получим по итогу Мы не знаем Потому что технологии нет Или потому что Ты людям нашим не доверяешь Они все время правила нарушают Все правильно Так все-таки Что перевешивают здесь Люди русские Русские будут работать и делать все это? Я понимаю, что русские. У меня не всегда есть доверие к тому, что будет происходить в будущем. Ну, у всех нет этого, конечно, мы не можем прогнозировать. Поэтому лучше не надо, чем надо. Это, в принципе, отношение ко всему в России, что ли, получается? Лучше ничего не делать, потому что сделают все равно плохо? Нет, делать надо, но лучше другое делать. Что? Для нашей же экономики в области. Например, промпарки развивать. Ты действительно считаешь, что лучше? Учитывая всю историю Вятских полян, куда ухнуты огромные миллионы и не получено практически ничего? Или промпарки, которые открывались и закрывались и тоже не дали ничего экономике Кировской области, это лучше? Но мы не знаем, как они развивались. Как это мы не знаем? Все есть. Хорошо. Вся документация и даже документальные фильмы, если там видеоряд тебе нужен. Все есть, мы знаем, как они развивались. Плохо они развивались. Но я вижу другие примеры. Экономически неэффективно они развивались. Про наши промпарки я согласен. Конечно, зачем нам развивать неэффективные промпарки? Еще один. Но у меня есть примеры других регионов, где промпарки развивались. И, может быть, ту историю к нам притянуть. Как? И посмотреть, как они там развивались. Ну, так уж посмотрели, съездили неоднократно. Почему ты думаешь, что промпарк в Мирном будет развиваться, там, или не в Мирном, будет развиваться лучше, чем объект, который будет строить Росрау? Я не могу предполагать. Но... Просто страшно, что ли, что производство такое опасное? Конечно, страшно. Вот это страшно. Конечно, страшно. Ну и плюс люди у нас безответственные. Это второе, да? Честно скажу, я боюсь химического производства. Поэтому я лучше за то, чтобы этого не было. У нас в области. Считаю, что это можно делать там, где, ну, где-то подальше от людей, а не у такого... В лесу, как у нас там на митинге кто-то сказал, там, строите объект там, где референдум можно проводить с медведями. Можно и так сказать, чтобы это было максимально безопасно. Здесь такой, ну, достаточно большой областной центр. Там густонаселенные есть поселки, которые очень близко находятся. И я бы не хотел, чтобы, не дай бог, чтобы что-то когда-то случилось, чтобы... Просто страшно. Да. Прервемся на полминуты. На полторы минуты у нас рекламы. Продолжим разговор с Егором Поспеловым. Особое мнение на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Егор Поспелов высказывает свое особое мнение. Это наш новый эксперт в этой программе. Егор – исполнительный директор Кировского отделения общероссийской общественной организации «Опора России». «Опора России» защищает интересы малого и среднего предпринимательства. Но и кроме этого Егор – член молодежного парламента. И я, как члена молодежного парламента, должна спросить про составляющую, политическую составляющую этого процесса, который разворачивается в Кирове вокруг возможного объекта Росрау в Мирном. Я уже говорила, что прошло несколько митингов, немало митингов. Почти каждые выходные они есть в нашем городе, но ты на них не ходил. Ты честно сказал. Что лично я считаю, хотя я тут не должна высказать свое особое мнение, это неправильно. Что молодой политик хотя бы краем глазом не взглянул на митинги. Объясни, почему ты не ходил на митинги. Ну, митинги бывают разные, и, конечно, я на них смотрел на разные митинги. И лично у меня не получается по той причине, потому что у меня все лето бывает в разъездах очень часто, у меня спортивный сезон, и я выходные через выходные тут так получалось, что уезжаю. Поэтому у меня такая ситуация. То есть ты мог только по фотоотчетам в интернете посмотреть, и там по новостям, как эти митинги проходили. Ну, и мнение людей, которые туда ходили. И мнение людей. Вот это интересно. Расскажи мне, пожалуйста, что из себя представляет с точки зрения людей, видимо, которым ты доверяешь, раз ты у них спрашиваешь, наши текущие митинги в Кирове против Мрадыковского объекта? Ну, мнение однозначное, что такой объект нам не нужен. А сейчас не про объект, а про сами митинги мне интересно. Кто организаторы, какие цели преследуют и так далее. Потому что есть разные мнения. Они, как всегда, делятся на две такие противоположные. Два конца у этой палки. Кто-то говорит, что это молодцы. Они идут и защищают интересы граждан. Кто-то говорит, это чистой воды политиканство. Люди садятся на горячую тему и едут на ближайшие выборы. Согласен. Очень часто, к сожалению, у нас в Кире бывают как раз те митинги, которые потом эти очки берут себе политические. С этих митингов. Я считаю, что такие общегородские митинги нужно проводить неполитизированно. Знаю, что некоторые партии у нас ходят отдельно. То есть не вместе со всеми. Хотя я считаю, что нужно всем договориться. Объединяться. Объединяться. Все вместе абсолютно. И не делать его политическим. Только там. Ну, объявить присутствие, что эта партия здесь была. И мы тоже здесь были. И мы тоже были. Но чтобы там не было много флагов, плакатов и так далее. Чтобы люди не выходили на сцену там еще в футболках политической партии и высказывали там какое-то мнение. Именно кричали. Нужно работать более конструктивно. Вот. Я считаю, что митинги должны проходить вот в таком ключе. У нас очень часто бывают митинги, иногда другие. Мне очень жаль, что не все партии могут договориться между собой. Не знаю, по какой причине. Но я бы делал именно так. Но вижу, что у нас с Кирой проходят отдельные митинги, на которых приходит 100 человек. И то половина из которых там за уши притянули, грубо говоря. И там происходит только ор. Но работы нет. И чтобы вот силы, вот свои силы на то, чтобы организовать этот митинг, эти люди бы потратили, чтобы собрать наибольшее количество на один митинг. И туда позвать уже власть и заинтересованных людей, экспертов и так далее. Чтобы это было более массово. И только тогда люди будут, именно людей, мнения будут слушать. А если придет 100 человек с города 500 тысяч, то их крайне меньше вероятности, что их услышат. Ну, у тебя вообще своя позиция, это принципиально или не принципиально? Хожу и не хожу на митинги. Нет, не принципиально. Я очень часто ходил на другие митинги, просто даже посмотреть, кто там пришел. И очень часто даже, ну, вижу разную ситуацию. Иногда, приходя на митинг, я вижу, что действительно пришли взрослые, адекватные люди, которые пришли поддержать какую-то инициативу или наоборот, высказать против свое мнение. А иногда приходишь на митинг и смотришь, люди пришли какие-то странные. Как будто их заставили. Вот, ну, честно скажу. Они не понимают, что здесь происходит и даже не до конца разбираются в этом вопросе. Хорошо. Вот тогда наверняка ты же, несмотря на свой активный спортивный летний сезон, не прошел мимо того, что происходит в Москве. Ну, потому что ты человек молодой, в интернете ты бываешь однозначно часто, и в Фейсбуке ты есть, и ленту ты видишь, и ты видишь, что московские шествия и митинги только набирают оборот, да, напоминают им шествия и митинги против недопущения депутатов на выборы Московской городской думы. Вот, казалось бы, Московская городская дума, вот, казалось бы, Москва, да, уже там, я не знаю, мем такой, да, Москва, которую кормят все, и Москва, которая все благополучно, Москва, город мечта, Москва-Собянинская, и все, главное, к Собянину-то хорошо относятся. Вот кого не спроси, сейчас даже самые там последние оппозиционеры, все к Собянину хорошо за то, что он сделал Москву, с Москвой относятся. Но выходят на митинги против того, что вот произошло, против недопуска некоторых депутатов на выборы в Думу. И ты наблюдаешь за этим процессом? И наблюдаешь ты с каким интересом, если да? Ну, наблюдаю частично с той стороны, что я бы сам, может быть, пошел независимым кандидатом. Так, депутаты. Да. Мне это интересно, ну, как бы с моей точки зрения. И смотрю, как к этому относятся. Потому что, как мы знаем, практику Кировской области, ну, не слишком она радужная. Независимых кандидатов. Я понимаю, почему это происходит. Потому что, если проанализировать округа... Московские. Да. Там, где их не допустили. Там же некоторых-то допустили независимо. Да, да, да. Не всех не допустили. Но мы смотрим, что, ну, будем объективны, что независимые кандидаты откровенно получались слабее своих конкурентов. Там, где не допущены или там, где допущены? Там, где допущены. А, те, что допустили, ты считаешь, действительно... Ты свои выводы такие вот делаешь, да? Я прочитал одно мнение и сам проанализировал пару округов. Просто посмотрел на людей. Это тоже мое просто визуальное мнение без изучения конкретики. То есть просто посмотреть на человека, посмотреть, кто он есть. То есть допущено депутата слабее пропартийных, да? Вот таких партий власти. Мне так показалось. Они все равно проиграют. Мы вас допустили, но вы проиграете. А сильных отсеяли, на твой взгляд? Я думаю, что это именно одна из причин. Как бы такая получилась. Но если мы строим демократическое государство, и мы должны мнение людей слышать, то почему бы не допустить этих людей, но помогать пропартийным тогда, чтобы доказать, что нет, вы, ребята, ничего не достигли, вы не смогли. Но они пошли по другому пути. Мешали их не допустить. Но протест нарастает, ты видишь? Протест нарастает, несмотря на то, что были ощущения в какой-то момент, выйдут, не выйдут люди снова, они выходят еще в большем масштабе. Почему? Я думаю, что это уже накипело. Отчасти. Может быть, используются еще плюсом какие-то технологии для нагода людей. Может быть, тоже. Тоже этого не отрицаю. Но я вижу, что в некоторых ситуациях действительно накипает ситуация, потому что я разговаривал, в Москве у меня много друзей и знакомых, я разговаривал по одному округу, человек, который, он занимает активную гражданскую позицию, и он говорит, что я бы хотел на своем округе видеть этого кандидата, потому что он слышит, он что-то пытается сделать для людей, а кандидат, который шел, он говорит, он, к сожалению, не слышит людей. Так если мы смотрим, как кандидата, представителя населения этого района, то, на мой взгляд, в том округе, сейчас не буду этот округ называть, он проигрывает. То есть он, если он не слышит свое население, то почему он должен идти в Думу? Почему люди, ты думаешь, выходят во все большем количестве, несмотря на то, что говорят, что власти довольно жестко все-таки поступают с народом, забирая их в автозаки, применяют им дубинки и так далее? А потому что ситуация не меняется. То есть потому что кандидатов не пускают. Почему бы было не договориться и не пустить хотя бы половину кандидатов, и они бы могли порушить всю вот эту систему их? Очень легко и просто. Проанализировали, пустили бы нескольких кандидатов. Все, они бы уже самых сильных, которые больше всего и народы собирали. И с точки зрения, кто собирается разрушить эту систему, чтобы не пустить этих кандидатов, то они бы это все уже поменяли бы ситуацию. Может быть, народу бы столько много и не собиралось. Довольные москвичи, в смысле, москвичи обеспеченные всем, недовольны, что их не спрашивают и не дают им права выбора. Ну, как сказать. Лично я поступил бы с точки зрения независимых кандидатов. Наверное, я бы вначале все-таки пытался договориться. Не знаю, как там они пытались. С властями? Да. Пытались, не пытались. Может быть, действительно, у них с подписями были проблемы, какого-то формального признака. Но эти проблемы возникли же от того, что создалась такая обстановка, что у них нет возможности сделать там эти же дополнительные подписи. Ну да, этот фильтр пресловутый. А скажи мне, пожалуйста, у нас остается три минуты. Вот ты говоришь, что ты смотрел на этот процесс с точки зрения человека, который все-таки думает о политической карьере, думает, чтобы идти независимым депутатам куда? В городскую думу, в областное законодательное собрание. Ну, конкретно я не думал, но такое перспективы не отрицаю. Да, ну ты представляешь себе пойти в депутаты. Зачем пойти в депутаты, Егор? Лично для себя? Да, конечно. У меня было бы больше возможности на те проекты, которые я собираюсь или развиваю уже, или собираюсь развивать. Ты серьезно так считаешь? Почему? Почему статус депутата помогал бы тебе в твоих проектах? Вот в каких? В бизнес-проектах, в общественных проектах? Нет, в общественных проектах. Бизнес я не трогаю. У меня бизнес совершенно не связан никак с моей ни политической деятельностью, ни какой-то гражданской позиции. Это абсолютно две... Твой бизнес от госзаказов не зависит? Нет. Абсолютно. Это такая сфера, которая абсолютно у меня разделяется. Я ее делю. То есть я позанимался бизнесом, я позанимался той активностью, которая мне нравится. Так. Тот же воркаут мне не приносит никакого дохода абсолютно. То есть общественные проекты у тебя как раз в физкультурной направленности? Да, да. Ну, в большинстве случаев в своем. И что, и разве ты без депутатства не прекрасно их продвигаешь в Кирове? Что мешает тебе? Ну, все равно мне тяжело. Тяжело. Честно скажу. А будучи депутатом, почему легче бы стало? Я бы получил тот статус, где бы уже люди больше внимательно относились. Я бы так сказал. Честно скажу. Есть у нас такое, да, когда ты говоришь, я депутат. И сразу меняется отношение? Когда я начинал какую-то деятельность, скажу честно, меня воспринимали... Кто такой тут мальчик пришел? То есть мальчик зеленый, да еще и говорить не умеет, да еще и что-то слишком много требует. И очень часто я этой сталкивался. Но я видел, как относятся к депутатам, когда они пишут запрос, когда они делают звонок. Почему здесь нельзя? Сразу же почему-то становится можно. Почему нельзя взять электричество вот от этого столба? Нужно пройти семь кругов ада. А почему-то депутату это быстрее делается. Почему так вот у нас происходит? И вот моя цель, будучи депутатом, именно это. Чтобы я получил больше возможностей продвигать общественные проекты. Но на эти до выбора ты не пошел? Вот сейчас вот на эти два места, которые освободились. Нет, сейчас не пошел, потому что у меня есть пару округов, которые мне, может быть, больше интересны, что ли. И я просто к этим выборам был не готов и не ставил этой целью. Ну и все-таки ты думаешь о конкретных округах, конкретных территориях, от которых ты хотел бы избираться и с которыми работать. Потому что там меня больше знают. Да. Ну вот сейчас мы можем об этом говорить, поскольку Егор на выбор не идет. Он может рассуждать об этом открыто. Спасибо с премьерой тебя. Егор Поспилов в программе «Особое мнение». Программу вела Светлана Занько. Спасибо. Особое мнение на 101FM